Ситуация с созданием правящей коалиции уже порядком поднадоела избирателям. Пауза в политической жизни вышла не красноречивой, а какой-то затянутой. Просто выяснилось, что в подобной ситуации страна не оказывалась еще никогда. А значит, сколько партий, столько мнений. И политики отчаянно спорят, кто и когда может созвать парламент на заседание, кто и когда может парламент распустить. А тут и судьба местных выборов совсем туманна. Сегодня ровно год, как в Кишиневе и Бельцах, люди голосовали за новых примаров. Так вот в столице, например, ясности совсем не прибавилось. Да что там в столице? Примары всей страны не очень понимают, сколько будут длиться их полномочия. Что с этим делать? Вопрос вопросов. А значит, нужно искать на него ответы. Вы смотрите Полюс, где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте. Я представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Депутаты парламента, представляющие партию социалистов Гаек Партанян. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Боля. Партия ПАСС. Партия Майя Санду. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Валерий Гелецкий, экс-вице-спикер парламента. Вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно вас не видела. Рада видеть. Гастан Гелецкий. Вот понятно, они политики. Они много уже сказали в адрес друг друга. Давайте с вас начнем. Что происходит в политической жизни страны? Как вы вот сейчас со стороны это можете все характеризовать? Ну, начать меня как-то тоже неправильно, потому что надо вот с них начать. Они вот вдвоем, может даже сегодня договорятся здесь и уйдем, и уже будет коалиция, и все вопросы решаться. Да, жалко документов у меня нет, чтобы подписали. Я как бы так в оппозиции, я понял, а не в коалиции. Так что, собственно говоря, может быть, снизу вверх нужно построить эту коалицию, если сверху вниз не получается что-то. Явно что-то не получается. Я, конечно, если серьезно, думаю, что удастся формировать это большинство гораздо быстрее, чем оно на самом деле. Потому что правильно было отмечено, в нашей истории еще такого не было. И есть три политические силы, и любые две из них могут формировать это большинство. Но вот сложилась такая ситуация, когда либо политики не могут, либо не хотят. Они, скорее всего, должны дать ответ нам на этот вопрос. Потому что, если ответа не будет, значит, будут новые выборы, я так понимаю. То есть, а вот все-таки не могут или не хотят? Ну, это вопрос, хороший вопрос. С моей точки зрения, как-то так... В том анекдоте, знаете, да? Да, грань, она как-то так не очень четкая. Где-то чувствуется не могут, а где-то чувствуется и не хотят. Ну что ж, господа, хочу вас послушать. Потому что уж сколько было сказано в адрес двух этих партий. И вот время, как говорится, у нас идет. Ясности особо нет. Что происходит? Ну, давайте. Вы знаете, в принципе, учитывая сложившуюся ситуацию в Молдове, она, безусловно, неординарная. Даже, скажем, можно сказать так, она неординарная. Неординарная тем, что, с одной стороны, мы имеем избирателей в огромном количестве, вот этих людей, хозяев, по сути, Республики Молдова, которые возненавидели и ненавидят всех политиков, всех цветов, без разницы. Абсолютно. Мы просто всем надоели политики в Республике Молдова. С другой стороны, в разговоре с этими же избирателями, они хотят новых действий, они хотят по-новому, чтобы заработала Молдова. Исключительно все изменить, поменять. И чтобы все было по-другому. Потому что мы с 1991 года по 2019 год строили вот такую Молдову, которую мы имеем на сегодняшний день. Мы ее имеем. Она, конечно, не является ни красавицей, и ни богатой, и бесприданной, и абсолютно без ничего. Мы хотим ее поменять. И, конечно же, вот эти политические партии, которые пришли сейчас в парламент, мы говорим про социалистов, мы говорим про Луко-Клумб, мы хотим предложить что-то новое. Понимаете? Потому что, если взять с демократической точки зрения, в 2009 году мы все помним, в Молдове это было и АЕ-1, АЕ-2, АЕ-3. Это было просто кошмарное явление в демократии Республики Молдова, в современной демократии Республики Молдова. Чем это все закончилось, мы тоже знаем. Поэтому я считаю, что все, что происходит на сегодняшний день, нужно относиться с пониманием ко всему. И надо понимать, что я не вижу, по крайней мере, с нашей стороны, вот такого явления, как нежелание. Понимаете? Нежелание, я хочу уточнить, нежелание чего? Прийти к власти, нежелание сделать какую-то коалицию или начать работу в парламенте Республики Молдова. Спасибо, вы это сказали. Если я вас правильно поняла. Вот смотрите, вы сейчас говорите, что у нас нет желания, нежелания строить коалицию. Вы говорили, мы не можем или нет желания. Мы и можем, у нас есть и желание. Хорошо, а если у вас возможность, господин Боля, поясню, поясню. Вот смотрите, зачем тогда нужно было подписывать вот этот документ, что вы никогда ни с кем в коалицию не вступите. Вот это сейчас смущает всех. Вот вы стоите сейчас разумный, здравый человек и говорите, да, у нас есть такое желание. А я вам говорю, господин Боля, у вас есть документ, по которому вы никогда ни с кем обещались в коалицию, ни с социалистами, ни с демократами не вступать. Что происходит? Не знаю, что происходит. Вы знаете, мой личный подход заключается в том, что так я воспитан, так я думаю. И вот это мое личное отношение к политике как таковой. Политика это не про меня, и не про Гайка, и не про вас. Политика про жителей Молдовы, про граждане ее страны, про их проблемы и пути решения вот этих проблем. Понимаете? Вот при выборной кампании мы, блок АКУМ, ПАС, вместе с ДАР, социалисты, с своей стороны, определили круг проблем Молдовы. Почему мы так плохо живем? Почему мы являемся самой нищей страной Молдовы? Почему у нас такой высокий уровень коррупции? Мы все определили эти проблемы. И каждая партия, в свою очередь, вышла с решением вот этих проблем. Мы вышли. И каждая из этих партий, которые пришли на сегодняшний день в парламент, и мы имеем практически, ну, одни 35, другие 30, третий 26, мы рассчитывали свою программу действий на 51 мандат. Все рассчитывали. Не получилось. Ни у кого не получилось. Практически не получилось. Вот я думаю, что следующий шаг, надо было просто сесть и вот рассмотреть, сесть со всеми игроками и сказать им, вот мы видим так, вот эти проблемы мы их видим. Вы согласны с этим проблемам? Да, мы согласны с этим проблемам. И пути решения вот этих проблем. В конечном итоге, может быть, и мы не договорились бы, да ничего абсолютно, но мы могли бы выйти и сказать, на сегодняшний момент мы видим 5 основных проблем и 5 основных решений. Наши товарищи видят по-другому все, мы не можем. Встречаемся с другими точно так же. Это очень прагматично. И это про людей, вы понимаете? Потому что политики, на мой взгляд, являются инструментами. Господин Боря, смотрите, госпожа Людмила задала правильный вопрос. И как-то в этом же студии, мы были на румынском языке, была передача, я понял этот вопрос. Вот то соглашение, зачем оно вам нужно было? Потому что, собственно говоря, когда ты идешь в политику, и когда, как вы говорите, ты думаешь о людях, ты должен понимать, что людей будут представлять различные политические партии. И вы заранее связали себе руки, потому что даже если вы как бы знаете решение, но это ваше решение, пока не будет общего решения, пока не будет общий такой знаменатель найден, вы не сможете это решение привести в жизнь. Хорошо, я вам отвечу. Спасибо. А можно я предоставлю непременно, можно я позволю к нашему разговору подключиться к господину Вартаняну? Что он думает по этому поводу? Ну, вы знаете, в первую очередь, я об этом уже неоднократно говорил, что мне кажется, на сегодняшний день Молдова имеет уникальный шанс действительно сделать что-то новое с точки зрения политического процесса, того, чего не было за последние, мне кажется, 30 лет, с 91-го года, когда столь идеологически разные две политические силы, два политических направления, в том числе и геополитические, с разновекторными, имеют возможность провести волю большинства молдавского народа и ее воплотить в некий формат сотрудничества, который сможет изменить, привнести те изменения в стране, чем больше шли эти 10 лет правления так называемых евроинтеграторов, которые довели страну до сегодняшнего состояния, тем больше люди этого ждут. Очевидно, что этот процесс, он очень сложный, потому что он ломает стереотипы и матрицы многих людей, потому что еще несколько лет назад даже теоретически подумать, что правые и левые могут договориться, это, наверное, и до сих пор у многих, я думаю, и у некоторых сторонников социалистов, и у некоторых сторонников блока АКУМ, тоже это не укладывается, и они, скорее, готовы терпеть этот текущий нынешний режим, эти срочные выборы со всеми рисками, чем договориться с противоположной стороны. Однако я, все-таки у меня есть надежда, потому что я общаюсь с людьми, в том числе и в Кишиневе, с простыми людьми, есть знакомые, которые живут и в других маленьких городах, все больше и больше людей выражают надежды, что все-таки можно будет что-то сделать в этом отношении. Теперь, что касается коалиции. Вы знаете, я так же неоднократно уже говорил, с момента первого голосования блока АКУМ и партии социалистов это уже практически коалиция. Мы можем ее называть по-другому, она может быть краткосрочной, она может быть на полгода, на год, на месяц, на четыре года, но я с самого начала инициатив по возможному сближению, еще несколько месяцев назад после выборов, я говорил о том, что не надо бояться слов переговора, не надо бояться слов сотрудничества, коалиция. Я понимаю, что за последние 10 лет слово коалиция стало нарицательным и ругательным. Как же Альянс, так же как и Евроинтеграция, к сожалению для многих, потому что есть сторонники Евроинтеграции, которые искренне верят, что Евроинтеграция в первую очередь это не то, что мы должны попасть в Европейский Союз, что в принципе сейчас технически невозможно по заявлениям еврочиновников, а это лучшее качество жизни и так далее. То же самое и Альянс. Понятно, очевидно, что люди думают, когда говорится слово Альянс, либо коалиция, они сразу вспоминают то, что было последние 10 лет. Но опять-таки это не вина социалистов и не вина блока АКУМ, хотя в блоке АКУМ есть некоторые люди, которые были в этих Альянсах. Тем не менее, блок АКУМ как новое формирование, новая структура и новые партии Пасхи, это не наша вина этих двух сил, то, что Альянс имеет такую коннотацию, к сожалению. Поэтому я не вижу больших проблем к точке зрения кризиса. Я не вижу, что у нас пока еще есть кризис. Правда? Да, время идет. Да, абсолютно. А то, что местные выборы должны были состояться в июне, а теперь не состоятся, это как? Это не проблема? А кто? Подождите, а почему вы думаете, что не состоятся? Ну, а потому что парламент должен назначить дату. И? И то вы полагаете, что парламент успеет до конца мая, назначить выборы на июнь? Если сильно захотеть... Я вас разочарую, по срокам никак. Если сильно захотеть, парламент может назначить дату местных выборов через два месяца. Вы знаете, вот здесь кто-человек... И тот человек, который хочет стать фигуром парламента, через два месяца уже может быть примарным. Но это уже июль. По-любому, да. Вы знаете, так как вы говорите, в принципе, можно было бы и согласиться. Но! Но! Вы же сейчас, не вы конкретно, да, а депутаты парламента, о чем спорите? Спорите о том, когда заседание это, собственно говоря, созывать. И кто имеет право. И вот в этой связи о ком ругают за правовой нигилизм. Он говорит, что больше всего закона не знают, пока о ком, дескать, очень молодые, не знают, что не нужно обращаться к господину Смирнову, как это делает господин Астасов. Потому что это, в принципе, не его полномочия. Вы понимаете, что чтобы созвать парламент, он сейчас здесь ни при чем. Это или одна треть депутатов, либо нужно продолжить заседание, которое было. То есть здесь различные варианты. И точно так же в отношении других. О чем мы сейчас говорим, если мы не можем даже прийти к каким-то организационным вопросам? Я все-таки призываю, чтобы в том числе и в медийном пространстве вопросы организационные и технические отделяли от вопросов концептуальных. Потому что когда концептуально две политические силы все-таки придут к консенсусу, и одна или вторая политическая сила может пойти на кое-какие уступки для того, чтобы все-таки процесс состоялся, остальные технические моменты, это уже решается очень быстро и моментально. Практически моментально. Нет, но вы правы, господин Вардовин. Да. Как раз в этом вся проблема, потому что вы говорите, если захотеть, все можно. Но вы же не хотите или не можете опять. Потому что вопрос в том, вы очень правильно сказали, если концептуально формируется большинство, то понятно, остальное дело техники. Тут вопросов нет. Но то, что вы чуть раньше сказали, что люди говорят про это. Ну, мы как люди, я теперь уже свободный человек, я могу говорить что угодно. Но вам решать. Собственно говоря, карты в ваши руки. Вы должны принять это решение. Понимаете, в чем дело. А время все-таки уходит. И поэтому немножко несерьезно, когда вы приводите людей, что люди согласны ломать эти матрицы. Ну, ломайте их. А кто вам мешает? Опять, карты в ваши руки. Ломайте матрицы. Делайте что-то концептуально. Формируйте большинство. Делайте этот парламент функционально. Потому что мне, как бы, тоже так, я со стороны слушал господина Асасия, мне смешно. Он говорит, этот парламент дефункциональный. Он начинает всех обвинять. А кого обвиняете, господа? Вы же депутаты. Вы должны его делать функциональным. Причем тут народ? Причем тут какие-то лидеры? Если у вас есть возможность, делайте его функциональным завтра. И он будет функциональным. Пожалуйста, делайте его. Насколько я понимаю, здесь разница подходов. Поправьте меня, пожалуйста, оба. Господин Боле, сейчас вам предоставлю слово. Здесь вопрос идет, как они видят. Вот, да, сам созыв. То есть к социалисту говорят, мы хотим говорить с блоком АКУМ вообще по коалиции. Мы хотим начать серьезный разговор. А представители блока АКУМ, они хотят вести дискуссии. Я знаю разногласия между ними. Но не переговоры. Понимаете? Нет, я разногласия знаю. Но мы опять говорим о том, что надо делать этот общий знаменатель. То, что блоку АКУМ у них есть как бы одна дорожная карта, а социалисты хотят управлять страной следующие четыре года. Да, в этом разногласия. Но надо как-то это разногласие тоже утрясти и найти тот общий знаменатель, чтобы формировать какой-то функциональный парламент. Господин Боря. Да, справедливости надо говорить о том, что мы вышли с предложением, создали комиссию из шестерых человек, которые сидели в парламенте и ждали представителей от социалистов для того, чтобы начать разговор. Вот нужно начинать разговаривать. Вот на мой взгляд. Для того, чтобы хотя бы понять, возможно вот эта коалиция по сути, концептуально или нет. Или нет. Вы понимаете? Потому что отрицательный результат тоже является результатом. На сегодняшний день мы не имеем ничего, кроме заявлений с обоих сторон. Понимаете? То есть мы до сих пор так и не сели. Вот эти две комиссии, так и не встретились, так и не переговорили, так и не начали говорить об одном пакете документов и о другом пакете документов. Понимаете? Нет такого. А что должно произойти, чтобы все-таки вот как-то эти вот вещи, о которых вы говорите, все-таки встретились и начались эти переговоры? Ну, на мой взгляд, очень просто. Социалисты должны создать комиссию, отправить ее на встречу. То есть все-таки социалисты должны? Нет, но шестеро человек сидели, ждали. То есть вот они виноваты. Вот комиссию, рабочую комиссию надо создать и отправить. Вы вдвоем сказали, хотите новую политику. Ну покажите мне другую развитую страну, где вот такие переговоры делаются перед камерой, там 6 человек ждут других 6 человек. Это делается в рабочем порядке, это делается и потом вы перед камерами выйдете. Я думаю, что там камеры были бы только в начале для фотографий, после этого просто люди работали бы. Вы могли бы и не ждать их, потому что обыкновенный телефонный звонок. Ребята, вы приходите или не приходите. Это похоже на какое-то шоу, понимаете, в чем дело. Мы не создаем комиссии, это очень плохо. Мы создали комиссию, это еще хуже. В чем проблема? Что вы еще должны делать? Проблема в том, что вы должны встретиться. Что вы должны делать? Вы рядом, ответьте друг другу, что вы должны делать. Я думаю, наши попытки танцевать никому не интересны. Вы просто не можете до сих пор понять, кто партнер, кто партнерша. Если я правильно понимаю. В контексте парада. Если серьезно, и возвращаясь к этой так называемой комиссии и группе, мы говорили неоднократно о том, что мы, в принципе, по большому счету согласны с практически большинством предложенных пакетов законопроектов, которые предложил блок ОКУН, до исключения закона Магнитского, который, на наш взгляд, не очень-то подходит Республике Молдовы. Но, тем не менее, остальное более-менее мы готовы поддержать. Более того, практически все эти законопроекты в том или ином виде были уже в предыдущем парламенте. В 2016 году начиная декларация и заканчивая требованием отставок. Ну, может быть, в другой формате немножко были. Они были, в принципе, представлены. А избирательный кодекс не просто интересный? Избирательный кодекс... То есть, только закон Магнитский. Просто мне вот самому интересно. Избирательный кодекс теоретически тоже должен быть изменен, в том числе и через год и полтора, обходя решение Конституционного суда. Никто не запретит его изменить, если будет в том числе это сотрудничество. Никто не запретит изменять избирательный кодекс. Нет, ну просто мне интересно было вашей позиции, то, что кто-то вам запрещает. Избирательный кодекс сама по себе избирательная система, она не плохая. Плох административный ресурс, который использовался, абузивно. Это вы прекрасно понимаете, как он использовался. Теперь, возвращаясь к вопросу, почему мы не можем встретиться. Решение очень простое. Мы сказали, ребят, мы считаем, что наше предложение по тому, что от партии социалистов, которая набрала больше всего голосов и предлагает функцию спикера, а мы готовы отдать практически все правительство, в том числе и премьера, наше предложение более справедливое, чем то, которое предлагает Акум. Акум предлагает и функция спикера, даже временную, но все равно функция спикера, и функция премьера. Все им? Да. При этом никаких гарантий со стороны Акума, что функция спикера потом отойдет нам, нет. Они говорят о том, что нет никаких гарантий, что мы проголосуем с ними, как только мы получим функцию спикера. То есть есть такой небольшой клинч. Но, тем не менее, исходя из электоральной математики, мы считаем, что наше предложение более справедливое. Нам всего-то лишь нужно, чтобы начать его обсуждать. Это просто какой-то знак или какой-то месседж от блока Акум, что они готовы обсудить это предложение, а не настаивать только на своем предложении и своей концепции. Вот и все. И это неоднократно и господин Батрынч, и другие руководители, и Иоанн Чибан обсуждали. Поэтому нет никаких... Господин Батрын, справедливость надо сказать о том, что вот вышли эти двое, Папушой и Слосой, они вообще сказали, что нет, все, чистый лист, садимся, разговариваем. Правда же? Где ваши люди? Они должны прийти, сесть за стол. Не совсем так. Вы понимаете, вот просто надо прийти и сесть за стол, и сказать им, вот это можем, это не можем, вот это хотим, этого не хотим, и все. И выйти оттуда и сказать, мы можем работать вместе или мы не можем работать вместе. А, я поняла, что у вас еще проблема. Еще проблема в том, через кого и как это передается. Потому что когда из прессы нужно узнавать, знаете, вот об этих вещах, то это как бы тоже не очень. Не, ну у нас двое человек выходят все время, говорят, со стороны Блока Акум. Папушой и Слосой. Нет, просто я так понимаю, что проблема еще в том, чтобы это были сделаны какие-то официальные вещи. Да, господин Батрынч, по крайней мере, об этом он говорил. Дело в том, что когда говорилось о создании вот этой рабочей группы, опять-таки там акцентуировалось то, что все идет по сценарию Акум. То есть спикер. Исключительно. Да, исключительно. Поэтому нам хотелось бы слышать, что Блока Акум готов обсуждать именно в том числе и наш сценарий. Этого не было сказано. Я понимаю, что есть определенная доля того, что Блока Акум считает, что избирательная кампания может снова начаться, и они хотят сохранить свое как бы лицо перед своими избирателями. Я прекрасно понимаю с политтехнологической точки зрения. Но есть время, когда ты как политик должен искать возможности, да, искусство возможного. А есть время, когда ты включаешь избирательную риторику. И это в том числе, к сожалению, мы видим, что Блока Акум состоит из двух партий, из двух формирований, из двух политических лидеров. В последнее время Майя Санду немножко отошла в тень, и в основном везде вещает господин Анастасий. А к сожалению, в последнее время мы видим, что его риторика опять-таки более усиливается с точки зрения избирательной, потому что он считает и он думает, что через несколько месяцев наступят местные выборы, и ему нужно выигрывать примарские выборы. Но, опять-таки, непонятно, кто будет назначать примарские выборы. Никто не знает, кто будет назначать местные выборы. По идее, вот это был мой вопрос, потому что парламент только может назначить от уместных выборов. Абсолютно верно. Но, извините меня, тут у нас как бы вся страна зависла, а собирать парламент только ради желания Андрея Анастасии стать мэром города Кишинева и назначить выборы для него, ну это тоже как бы не очень. У меня есть другой вопрос, и я считаю его очень важным. Вот меня смутила одна фраза, может, как-то вы мне поясните, господин Анастаса. Вот он сказал так, ну понятно, он хотел как-то задеть президента политически. Это мне понятно. Но что он сказал? Президент не должен был обращаться в Конституционный суд и узнавать по поводу кандидатуры премьера. Значит, есть четкое толкование, сказал он, проконсультировался с фракциями, и все. И нужно было предлагать кандидатуру, и таким образом, по его мнению, двигаться дальше. Неужели господин Анастас не понимает одной простой вещи, что, во-первых, такие голосования, они моментально самим Конституционным судом по запросам, они просто-напросто отмечаются как не имеющие силы. Это первое. И второе. Нарушать закон. То есть это не есть здорово. Если лидер начинает именно с того, что он говорит, на мой взгляд, вот такие вещи. Закон есть закон. Нравится, не нравится. С этим решением Конституционного суда согласились все. Даже те, кто, в принципе, Конституционный суд не любит. Вот как вы это прокомментируете? Безусловно, нужно уважать закон. Я не обсуждаю, что говорят другие. Нет, смотрите, я бы, если... Ну, господин Боля, пусть закончится. Нет, я хочу просто добавить то, что в действительности, учитывая, вот я хочу повторить, что во время избирательной кампании, я хочу напомнить, что из более чем 500 материалов, которые мы напечатали, или там, видео, или фото материалы, то есть избирательные материалы, мы практически никогда не задевали блок ОКОМ. То есть мы никак, никоим образом не строили нашу кампанию против блока ОКОМ. От блока ОКОМ, конечно, были какие-то месседжи, и в том числе они до сих пор у некоторых, отлинных людей, продолжаются. Поэтому сейчас не очень хочется, учитывая тот политический момент, что все-таки, ну, еще есть несколько недель, что есть возможность все-таки преодолеть вот эти разногласия, и чтобы две оппозиционные силы договорились, не очень хочется обсуждать, например, того же Андрея Анастасии, когда нет представителя платформы, да, да, есть платформы, ну, есть представители отпаза, поэтому не очень будет корректно. То есть пусть его, я думаю, что ему и так, и так уделяется очень много внимания, особенно на одном известном холдинге, поэтому не хочется, как бы, уподобляться им. И сейчас мы не, я не хотел бы, там, в том числе и критиковать, там, демократов, потому что с ними и так все понятно, по-моему, я это уже много делаю. Вот сейчас самое главное, чтобы люди поняли, что есть еще место, время для маневра, и для блока АКУМ, на мой взгляд, нужно всего лишь принять решение, что для них, какой из двух рисков для них более важный. Риск идти на досрочные выборы, и, возможно, может быть, немножко улучшить свой результат, а может конкретно провалиться, может быть, да, в том числе и мы все можем, досрочные выборы, это риск для всех, в том числе и для демократов, и для социалистов. Либо все-таки рискнуть, согласиться, по крайней мере, на уровне риторики, на уровне заявления, согласиться, обсудить наше предложение, начать эту рабочую группу, начать переговоры, и, если не получится, скажут, ну, не получилось, мы идем на досрочные выборы. Добро пожаловать. То есть ждем на переговорах. Если согласиться, согласиться, мы ждем. Так получается, что вы больше вот здесь договариваетесь, чем вы должны были бы договориться вне этой передачи, потому что, опять, много очень вопросов, почему вам до сих пор не удается встретиться просто в рабочем порядке, с чистого листа, с пол чистого листа, без разницы, все равно нужно эти вопросы обсуждать. И, кстати, я согласен с вашим замечанием, что со стороны Блоку АКУ замечается вот избирательная такая риторика, но с вашей стороны тоже есть избирательная риторика, вы тоже в этом как бы не отстаете. Вы когда свои условия выдвинули там, я среди них тоже четко увидели по поводу постоянного нейтралитета и другие вопросы, которые для социалистической партии очень важны. То есть я как бы не осуждаю вас за это, но и у вас уже избирательная риторика, у них избирательная риторика, а вы, не знаю, где-то остается вопрос, действительно, вот с самого начала возвращается, либо не можем, либо не хотим. Почему не удается вам в рабочем порядке встретиться и обговорить эти вопросы и найти, вот можем ли мы что-то построить вместе или нам не удастся вместе построить. И, кстати, я не исключал с самого начала, хотя опять Блоку АКУ исключил этот вариант, и вы, я так понимаю, его исключаете. А почему вы исключаете возможность договориться с демократами? Потому что любая политическая сила, когда ты садишься, она должна уступать. Если у тебя нет 51 мандата, так или иначе, ты должен уступить. Уступить, что касается функций, уступить, что касается тех обещаний, которые ты дал предвыборной кампании и так далее. В любом случае компромисс должен быть между двумя политическими силами, которые вошли сегодня в парламент. Насчет демократов вопрос интересный. На него ответил эксперт-президент, как он сказал, или Акум, или не еще дата. Очень четко. Это тоже ответ. Да, кстати, хороший ответ. Сейчас как раз я должен вам ответить на вопрос, почему вы подписывали, потому что я ответил в шутку, я не знаю. Я, вы понимаете, предыдущий парламент Республики Молдова вошел в историю, наверное, с самым большим количеством депутатов, которые перешли от одной партии к другому. Это было их законное право, я и сейчас все время объясняю. Одно из пожеланий всех жителей Молдовы, это вообще узаконить каким-то образом, чтобы депутат не мог перейти из одной партии в другую. Я не знаю, может, и Гайка задает такие же вопросы. Я все время объясняю, что ваше обещание отличается от их обещания. Нет, у меня нет таких обещаний, мы нет. Этого не можем обещать, потому что это будет сразу неконституционный и незаконный. Этого закона не может быть вообще, по сути. Нет, ну это просто обязательность, скажем, перед избиратой не может взять. Это неконституционный закон. Но президент предложил это в качестве вопроса на референдуме, если вы помните. Но по-любому он будет неконституционный, он не пройдет. И вот мы создали вот эту всю систему для того, чтобы каким-то образом суметь найти тех людей, которые не придут. Потому что настолько это выглядело плохо со стороны, когда мы смотрели на всех этих депутатов, и они не переходили каким-то образом как герой или еще что-то. Это выглядело очень плохо с другой стороны. И поэтому вы решили, будем сами с собой. Всех депутатов, да. Всех депутатов обязать таким образом дать клятву перед гражданами и так далее. Вот это было принято такое решение на уровне политического блока. Понимаете? Не, не понимаю. Я понимаю, не переходить из одной фракции в другую, но я не понимаю, когда речь идет, когда вы дали все обещания не вступать в коалицию ни с какой партией. На мой взгляд, это абсолютно разные вещи. Совсем не демократические, не европейские. Я в отношении демократов еще могу сказать одну вещь. Вот вы начали говорить, господин Вартанян. Есть такое мнение, что пока вы друг другу претензии какие-то, вы сейчас высказываете, как раз демократы в выигрыше могут остаться. Они наблюдают за этим всем очень внимательно. Заявлений особых никаких не делают. А вот если в стране действительно случатся досрочные выборы парламентские, и президент очень высоко, кстати, оценил эту вероятность, то потом они скажут, ну вот смотрите, мы как раз, вот мы-то что говорили? Мы можем сесть за стол переговоров с любыми. А они что говорили? А они друг с другом не могли даже договориться. Вам не кажется, что вы льете сейчас как раз воду на мельницу демократов? Абсолютно нет. Почему? Если говорить о партии социалистов, то я хочу еще раз напомнить, что один из основных лейтмотивов и избирательных технологий, которые использовал в том числе и Блок ОКУМ, это то, что социалисты вместе с демократами после выборов создадут коалицию. Они говорили о биноме практически каждый день. До сих пор. Если не каждый час. Каждый час. Но даже не реал. И сейчас говорят. Да, очень много аналитиков, да, я всегда вспоминаю знаменитый треном Бацан Кульминский-Попов, который еженедельно на всех телеканалах, где проявляется, просто как мантру этот бином. Теперь бинома этого нету, и скорее всего 99.9% мы уже видим, что его не будет, а это значит, что у многих людей, у аналитиков, в том числе и внутри Блока ОКУМ, я думаю, ломается матрица, они понимают, что делать. Поэтому если говорить о досрочных выборах, я считаю, что они нежелательны для страны. Это и деньги, это потраченные деньги из бюджета, это и потраченное время, потому что если мы говорим о досрочных выборах, они будут скорее всего в октябре и в ноябре, более-менее, а это плюс еще 3-4 месяца переговора. То есть считайте, у нас в 19-е годы первая половина или первая треть 20-го года потеряна. Это инвестиции, это замороженные и так далее. Экономика, мы видим и с курсом леи, и с продуктами, и с топливом и так далее. Но если никакого другого выхода не будет, я всегда об этом говорил, и телезрители, которые следят за моими выступлениями, может быть, они подтвердят, что я говорил, что я считаю, что для социалистов они не так менее страшны, чем для других игроков, мне кажется, потому что мы доказали, что мы не являемся биномом. И для большого количества людей, которые отдали свои голоса за Усатого, либо за коммунистов, просто чтобы насолить нам, они поняли, что мы доказали свою приверженность, что мы не легли ни под кого. Более того, те, которые голосовали за нашу партнер, за Ринату Усатого и за коммунистов, они поняли, что их голоса также ушли в никуда, в топку, как говорится. То, что я еще предупреждал на избирательной кампании. Я говорил, что ваш каждый голос, это будет голос в никуда, который распределится среди правых партий. Так и произошло. И вот мне кажется, в этом отношении у нас более-менее нормальная позиция, если говорить о досрочных выборах. Вы понимаете, избиратель будет нас судить не потому, бином вы или не бином, потому что те, которые голосовали за вас, безусловно, они знают, что вы не являетесь биномом. Те, которые не голосовали за вас, считают, что вы являетесь биномом. Я не думаю, что кто-то поменяет свое мнение вот так быстренько, хотя все зависит от многих вещей. Я думаю, что избиратель и нас, и вас, и всех остальных игроков, конечно же, будет судить с позиции возможности решения тех проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова. Вот на мой взгляд. Вот я сейчас говорю как избиратель. Вы понимаете, вот я как избиратель, вот если я пойду на выборы, вот и таким образом. Да доплевать мне, бином, треном. А я, кстати, согласен с... Если успели. Вы понимаете, вот я буду смотреть, и, конечно, я буду... Я же, во-первых, я пока стал взрослым человеком, я был избирательным, вот такой, сильный избиратель, дисциплинированный избиратель. И мне всегда было интересно, я ходил на встречи с политиками, я всегда их слушаю, потому что я понимал, что политики это те люди, которые... От них полностью практически зависит курс, куда будет развиваться страна, как она будет развиваться и так далее. Мы видим, как она развилась до сих пор. И поэтому я думаю, что нас будут судить очень строго. И особых таких, знаете, вот каких-то розовых снов по поводу того, что вот мы что-то доказали, что не являемся бином, что являемся бином, что мы что-то доказали, а кумовцы. Я думаю, что нас будут судить очень строго. Вот я сейчас хожу, я езжу по нашим городам, по селам, я встречаюсь с людьми, и судят очень строго, понимаете? Судят строго. Я у вас в передаче, буквально сразу после выборов был тут у вас, и люди всю предвыборную кампанию обзывали, даже сил бы иногда не было слушать вообще. Я ему говорил, я не был политиком никогда, что вы мне все это говорите, хотя это тоже неправильно. Назвался картошкой и лезь в кузов. Обычно говорят груздем. Да, 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 груздем, да. Картошка это более актуально, учитывая себя. Это более дорогой продукт такой уже стал. Это правда. Не все себе могут позволить, наград можно себе позволить. Да. И поэтому, а сейчас я думаю, что нам еще хуже, еще хуже. И люди относятся более привередливо, и с большей злостью к нам, и с большей ненавистью. Я говорю про население Республики Молдова. Вы сейчас говорите о всем политическом классе? Я говорю о всех политиках. Я всегда говорил о том, извините, я всегда говорил о том, что в Молдове, в Молдове изумительный избиратель, что левый, что правый. Изумительный, высокого качества, интеллигентный, требовательный, думающий. Вот сейчас вы расскажете, он начал кампанию, да? Нет. Ну, он хвалит избирателей. Ну, да. И это правда. Ну, хорошо получается. Во всех передачах вы найдете мои слова вот эти. И у нас очень плохое политическое предложение, что слева, что справа. Понимаете? Поняла вас, вы хотели что-то сказать. Нет, нет, я хотел просто поддержать господину Боле, потому что я тоже встречаюсь, хотя и не депутат сейчас, но все равно встречаешься с людьми, разговариваешь, и есть большое разочарование, потому что вот те, за кого они голосовали, не в состоянии формировать это большинство, не в состоянии взять на себя управление страной. И политикам, которые сегодня находятся в парламенте, конечно, есть над чем позадуматься. Чуть не раньше господин Бородин сказал, мне кажется, риск для всех, которые пойдут на досрочные выборы, он остается. Никто не может заранее сказать, что кто-то выиграет или кто-то проиграет, но риск он точно есть. Но в то же самое время опять мы стоим перед этой нерешенной задачей. Вы можете ее решить, если вы ее не решите, я так понял, что точно будут досрочные выборы. Потому что раз вы исключаете возможность делать большинство с Демпартией, остается только одна версия. Либо вы договоритесь, а если вы не договоритесь, ни шоком, ни шоком, ни шоком. Знаете, на что можно еще понадеяться в этой ситуации? Надо знать о нашем молдавском менталитете. У нас обычно самые важные вопросы... В последнем день, да? Даже не день, часы, часы. И причем, знаете, как это может быть еще утром, да, вот выйдут к микрофонам и скажут, мы просим все-таки еще перерыв. И вот тогда... Вы знаете, мне нравится вот такая аналогия, я здесь еще раз ее приведу. Ну, мне кажется, все-таки, что... Я не хочу, конечно, быть там, чтобы давать какие-то советы Акуму, но все-таки мне кажется, что Акуму следует очень серьезно подумать и посмотреть, смогут ли они взять этот риск. И все-таки посмотреть, если они смогут рискнуть, чтобы потом себя не винить, что они не попробовали сместить эту власть. Я беру аналогию с Арменией, которая меня связывает, да, многое. Когда нынешний премьер-министр Никол Пашинян начинал свой крестный ход из Ленинакана, из Гюмрия, если вы помните, он был там один, пару смартфонов, и даже его соратники по блоку, там, партийному блоку из трех, даже они не верили в то, что у него что-то получится. И он рискнул. Он рискнул, причем он не боялся быть осмеянным. Люди наверняка, некоторые смотрели, ну что сумасшедший идет, с одним телефоном идет пешком, ну и что. Но вот видите, он что-то добился. Поэтому я еще раз хочу призвать, в первую очередь, тех, кто голосовал за Блока Кум, все-таки, чтобы начать общение с руководством Блока Кум, посмотреть, действительно ли они готовы, чтобы Блока Кум отказался от попытки создать вот это всеатативное большинство и попробовать изменить что-то в этой стране. Потому что, возможно, такого шанса у Молдовы больше не будет. Потому что, опять-таки, досрочные выборы могут привести к тому, что, я скажу сейчас очень такой отрезвляющую вещь, привести к тому, что у АКУ вместе с социалистами будет меньше 51 мандата. Каким-то образом, и Шор может набрать еще пару депутатов, привезут... Могут быть другие политические серии. Два, да. Воронин. Да. Привезут не 60 тысяч, а 100 тысяч в Приднестровье, да, к примеру, провернут такую операцию. И получится, что у Воронина с демократами, с Шором будет 52 мандата. Я вам еще раз говорю, господин Вардан, добро пожаловать на переговоры. Ну, я уже... Там шестеро человек сидят. Я все время повторяюсь, потому что вы все время на протяжении всей передачи говорите о том, что это мы не хотим разговаривать. А мы хотим разговаривать. О чем разговаривать? Вы должны определиться, о чем разговаривать. Вот эта комиссия решит, о чем они будут разговаривать. На таком языке это говорится, знаете, как? Вот можно пояснить, что социалисты, они хотят брака. Понимаете? Они хотят... Нет, секундочку. А те хотят все-таки, да. Вот нехорошее такое слово. Это чувствуется, что они более европейзированы. Не в браке дела, не в браке дела. Нет, ну вы хотите обсуждать коалицию серьезные вопросы, понимаете? А они хотят дискуссии. Мы хотим серьезный подход. Вот. Потому что мы хотим выкорщивать систему, которая стоилась даже не 10 лет, а больше. Мы хотим вернуть институты государства, те, которые не должны принадлежать одной партии или одному человеку, чтобы они работали по закону. Это не делается за одно голосование. Это не делается за две недели. И это не делается в ситуации, когда у нас одна партия, а с той стороны так уж есть, что там три силы. Там есть гражданского общества и две партии. И у каждого есть свои. Да все сложнее, господин Вартанян. Вы знаете, что говорят в таких ситуациях? Господа, давайте вспомним уроки. Что говорят? А почему вы забыли про внешний фактор, на который многие пеняют? Вот мне интересно сейчас. И говорят, что может быть не такие уж свободные, господа депутаты, и не могут так сами принимать свои решения, потому что над ними давляют некие силы и называют какие? Нет, над нами ничего не давят абсолютно. И более того, я все время говорил и говорю еще один раз. Должен быть очень такой правильный подход к этой проблеме. Я его называю прагматичным, но это правильный подход. Правильный подход со стороны любой политической партии, которая дошла до парламента, о том, что мы говорим о проблемах людей и о способах ее решения. У нас 26 депутатов, и мы безусловно должны говорить с другими депутатами, каким образом мы решаем проблему. И в конечном итоге, если мы найдем способы после разговоров, переговоров, решения проблем совместно с партией социалистов, конечно же мы выйдем и скажем о том, что... Это мое личное мнение, сейчас я говорю от себя, не от блока, я не имею таких полномочий. Это мое личное мнение. Если мы доходим до разговоров о том, что вот проблематика, вот мы их решаем, мы выходим и говорим, это да, вот мы таким образом начинаем работать. И все. То есть все должно быть очень просто. Потому что мы на улице имеем 200 тысяч человек, граждан, пенсионеров, которые строили эту страну, которые строили эту страну, и которые имеют пенсию меньше 2000 лев. Вот это мы имеем. Вот это правда. И вот это большая правда, понимаете. Мы нищая страна с нищими зарплатами. И о чем мы говорим вообще? Я, знаете, я бы хотел, вот слушая вас, я бы действительно хотел, чтобы вы взяли на себя управление страной, и чтобы через 4 года я посмотрел, как вы эти пенсии поднимете. Послушайте, я уже более 12 лет был. Я знаю, не надо вот такие сейчас делать, обещать золотые горы. Я хочу сказать, что это мы никого не упрекаем ни в чем. Не то, что вы упрекаете. Мы говорим о том, что на сегодняшний день мы на улице имеем 200 тысяч 50 лет, а в спеце меньше 2000 лет. Это очень такая грустная реальность. Но вы делаете тоже обещания, которые вы не сможете выполнить просто. Вот я к этому хотел предостеречь. Начать работать? Не, ну не в этом дело. Ладно, давайте пропустим этот момент. Я никого не упрекаю. Я просто говорю о том, насколько грустно все у нас на улице. Я понял. Я просто хотел еще такой элемент. То, что сегодня говорится вот в этой передаче, то, что вы говорили раньше, это еще раз подтверждает, что этот процесс очень сложный. Да, безусловно. Очень сложный процесс. И есть такая цитата у царя Соломона, пойдут ли двое не согласившись. Вы должны все-таки найти это согласие. А мне кажется, что со стороны, как говорят, это очень просто. Это не так просто. Вы скажете, что это очень просто. Не просто. Потому что это согласие очень сложное, комплексное. Вы, если возьмете на себя эти обязательства, и, да, Людмила права, есть и внешний фактор. Но мне кажется, Людмила, в этой ситуации, в которой оказались господа депутаты и партии, больше давляет или как бы давит внутренний фактор. Потому что вот те избиратели, они с них потом спросят, вот какую они конструкцию создали, что они им предложат, результаты того, что они объединились вместе. Потому что, ладно, пройдет месяц, два, три, люди спросят. Хорошо, давайте, вы нам что-то обещали делать? Я добавлю, если вы заметили, сейчас практически все внешние игроки очень осторожно себя ведут. И Россия, и Европа, и США практически не делают никаких заявлений, потому что они, многие из них уже обожглись неоднократно. Они вначале успели так вот обменяться, а потом все тихо. Два, я соглашусь с господином Гилецким, и вы прекрасно знаете, как в течение 10 лет, что такое, что такое были альянсы, как было тяжело там работать. И вы знаете, как работают альянсы в Европе и США. Ну, в смысле, вообще, как работает демократия во всем мире. Это не так просто. И с другой стороны, за 30 лет построить, чтобы политические процессы проходили гладко, то, что строилось там за сотни лет в других странах, тоже невозможно. Но с чего-то надо начинать. Соглас. Начинать нужно... Я вот еще раз возвращаюсь к тому, с чего я начал. Что сегодня Молдова с политической точки зрения может начать новую страницу в историю, когда непримиримые, доктринально, может быть, и геополитические силы могут найти консенсус и работать в единых интересах, в том числе, исполняя и избирательную программу, и волю народа с точки зрения усталости, я скажу политкорректно, усталости от демократической партии и господина Плохотника. Ну, я так скажу политкорректно. С точки зрения, вот то, что вы видите, что смогут ли исполнить окум или социалисты свою избирательную программу, это в том числе поэтому мы хотим стабильного, стабильно работающего правительства и парламента. Хотя бы на какое-то время. Ведь понятно, что есть какие-то личные антипатии, у господина президента и у Майя Санду, там может быть какие-то вещи связанные еще с избирательной компанией. Руки друг другу не дают. Да, руки не дают. Гражданам Молдовы абсолютно не полезно. Да, но гражданам Молдовы действительно, гражданам Молдовы до одного, извините меня, места, что мы там, кому-то кто-то что-то не нравится, отдельные личности. У нас есть возможность на какое-то время попробовать решить вопрос. Не получится, мы через полгода, год-полтора-два разойдемся и пойдем на досрочные выборы уже совсем в других условиях. Но все-таки есть варианты. Говорят, безвыходных ситуаций не бывает. Не знаю, поддержит меня господин Гелецкий или нет. Вот в такой ситуации, что можно было бы сделать? Вот давайте подумаем. Я слушаю вас, и я понимаю, что очень много на самом деле схожего и общего. На мой взгляд, каждая из партий должна продекларировать для начала, что они готовы договариваться о создании коалиции при обсуждении условий друг друга. Это и, как второй этап, если стороны не могут договориться, господа, ищите посредника. Ищите тех, каких-то, я не знаю, там людей, люди, организации, кого хотите, понимаете, кто бы мог в этой ситуации просто-напросто занять роль посредников и как-то помочь сдвинуться то, о чем вы говорите, господин Голля, с мертвой точки. Вы никогда не думали об этом варианте? Например? Конечно думали. Да, вот надо подумать, кто бы мог на эту роль как бы сгодиться. Конечно думали, но для этого хотя бы нужно начать сам процесс переговорный, хотя бы дойти до какой-то точки. Нет, ну я сказала, нужно декларировать свое желание. Вот всем партиям, мы готовы создать коалицию и готовы слушать, выслушать друг друга и прийти к какому-то компромиссу. И дальше начинаются уже такие вещи. даже проголосовав за председателя парламента, это уже, это уже начало коалиции, если мы говорим о том... любое голосование, это уже коалиция. Да, понимаете, как бы мы ее не назвали. Нет, ну если не могут друг друга... А если нет, то понимаете, есть какие-то политические слова, вот есть слова, слова, все. Ну вот голосование за Габурыча Воронина, это была коалиция или нет? Она продлилась, сколько, три месяца, полгода в Ун-Куне. Это хороший вопрос. Ну это де-факто коалиция, а Де-юре это было просто... Владимир Николаевич по сей день сейчас не признает, что он вообще голосовал, вы говорите? Это другое дело. Как это назвать? Каким-то образом он все-таки он не пошел дальше согласно договоренности с Филатурой. Но это же другое дело, кто его отговорил от того, чтобы идти дальше. Соглашусь. У меня вот по поводу внешних посредников, до меня доходила информация, что даже есть некое... Понятно, что практически все европейские структуры знают о том, что посредник это одна из опций. Но до меня дошли такая информация от разных людей, некоторых западных канцеляр, что даже европейские чиновники, в какой-то мере, учитывая десятилетний опыт альянсов и то, что вот до чего это довело, они боятся уже сейчас выходить посредниками, потому что они говорят, что если что-то не получится, опять обвинят во всем нас. Вот понимаете, до чего у нас дошла ситуация, что даже внешние партнеры не очень-то хотят уже лезть сюда. То есть договоритесь... Вот если это правда, то это на самом деле ужасная ситуация. Не знаю, но дело в том, что я не уверен, что вы кого-то пригласили. Если вы пригласите, и они откажутся, это другой разговор. Во-вторых, вы не должны сбросить со счетов, вот в это воскресенье будут выборы в европейский парламент, поэтому у них есть и свои заботы, хлопоты, поэтому это тоже не нужно сбрасывать со счетов. Посредники, это вообще-то неплохая идея, Людмила, кстати. Но опять, если даже есть посредники, но нет политической воли с обеих сторон, то... Насильно мил не будешь. Насильно мил не будешь. Когда есть политическая воля, и уже как бы есть согласие, да, мы готовы делать эту коалицию. Ну, я же сказала, вначале декларируется вот самое главное. Я предусмотрела этот вариант. Это как бы просто как идея. Но мне кажется, что все-таки даже эти декларации делать это непросто. Это непросто, зная, что есть электорат. И знаете, почему еще непросто? Потому что, а вдруг чего-то не получится, потом за каждое слово придется отвечать. Ты сделаешь какие-то декларации, пойдешь перед избирателем, скажешь, а вы готовы были предать наши интересы, вы готовы были там согласиться? Хотя, вот то, что говорит господин Варданян, понятно, может быть рано или поздно нам придется прийти к тому, чтобы эти матрицы ломать. Потому что не всегда так удастся, чтобы у нас были, скажем, только правые, только левые. Где-то иногда, может быть, придется иметь и левых, и правых вместе в одной коалиции. Кто знает, я не знаю. Я всегда шел по тому принципу, что где совместимость больше, легче формировать эту коалицию. Где различия побольше, гораздо сложнее найти этот общий знаменатель. Это очень сложная тема совместимость, господин Гелецкий. Понимаете, у нас коалиции формируются по двум принципам. Люди объединяются либо за, либо против, либо против, либо против кого-то. Теперь получается, против кого дружи? Но, господин Гелецкий, очевидно, что есть две парадигмы. Одна геополитическая, которая работала все эти 10 лет, и мы видим, к чему она привела. И вторая, это парадигма оппозиции и власть. Очевидно, что сегодня есть демократическая партия и власть, есть две крупнейшие оппозиционные силы. И есть настроение в обществе. Есть объективные опросы, все эти годы показывают о том, что все-таки эта власть не устраивает большинство мандарского общества. Да, вот, кстати, против чего. Плохо или хорошо, но так оно есть. И сегодня парадигма власть и оппозиция, она более сильная, чем геополитическая парадигма. Именно поэтому очевидно, что блок ОКУМ не может перейти. Но, при этом, даже в блоке ОКУМ есть, я слышал некоторые вот такие слова о том, что теоретически, если бы господин Плохотнюк отошел от политики или признался, то есть с демократами можно вести дело. То есть тут немножко персонифицировано это дело. И это в том числе, мы об этом и говорили, надо передать, в том числе одно из опасений, что если мы проголосуем за спикера от блока ОКУМ, в какой-то момент вмешаются в западные канцелярии, попросят господину Плохотнюку отойти и заставить демократов проголосовать за премьера от блока ОКУМ. В итоге будет премьер и спикер от блока ОКУМ про европейское правительство западное, а партия, назовевшая первое место, остается, извините меня, в дураках. Это в том числе одна из вещей, почему наша позиция... Были такие вещи. Коммунисты, 98-й год, 40 мандатов, больше всех сидели. Это теоретический сценарий, который тоже возможен. только теоретически, потому что в принципе я ни с кем и никогда не говорили о том, что вы сейчас сказали по поводу партии демократов. Хотя, конечно, теоретически может быть все. Я повторяюсь, проблему нужно решать. В Молдове огромное количество проблем. Мы пришли в парламент, мы должны сесть за стол и начать говорить о пути решения вот этих проблем, с которыми столкнулась Молдова на сегодняшний день. Тот факт, что блок настаивает, чтобы им достались две функции спикера и премьер-министра говорит о недоверии. А если нет доверия, то очень сложно предположить, что вы далеко пойдете. Все-таки какой-то минимум доверия должен быть. Иначе без этого опять нельзя страной управлять или вообще принять какие-то ответственные решения. Вы всегда будете подозревать друг друга, что кто-то нас кинет, вот только что привели сценарий, а вы привели сценарий. Вы будете бояться, что кто-то кого-то кинет. У нас такое же есть не очень доверие. Но опять-таки тут нужно всегда введить перед собой цель и соотносить свои риски. Опять-таки, если блок АКУМ все-таки решит в конце концов, что им легче недосрочные выборы, чем рискнуть политическими какими-то издержками, и рискнуть тем, что потом их переговорные кадры покажут на каком-то холдинге и будут говорить, вот они с русскими и пытались договориться про русскую партию. Если этот риск все-таки они не смогут нивелировать с точки зрения политики, политтехнологии, с точки зрения месседжа, господин Анастасий всегда говорит, что нам самое важно, как мы будем общаться с людьми. Но так, извини меня, тогда если важно, как мы общаться с людьми, и вы знаете, как иммунитет с людьми, я не вижу вообще проблем. Вы сможете объяснить своему электорату, что если вы попробовали, не получились, вас кто-то там кинул, ну окей, это политический риск, но вы показали политическую зрелость, что вы готовы действительно что-то поменять. Даже с партией, которая вам не очень-то нравится, но тем не менее, вот походите по рынку, других нету. Только одна партия, которая в принципе заявляет с вами многие некоторые позиции, которые на сегодняшний день самые больные, ну, больше всего болят у общества. Я только, у нас остается совсем мало времени, хотела бы выяснить, как вы понимаете ситуацию, то есть раньше говорили, что вот хорошо бы совместить местные выборы с досрочными, насколько я теперь эту ситуацию понимаю, получается, что это как бы не очень выполнимо, потому что парламент назначает дату местных выборов, ну, то, о чем мы сегодня говорим. То есть получается, что этого не будет? Здесь нужно разделить сам факт наличия местных выборов, то есть будут они или нет, и с тем совмещаются они с досрочными или нет. Потому что, на мой взгляд, Блок Акум одно время говорил, что досрочные выборы вместе с местными выборами на руку демократам, я так не считаю, потому что на сегодняшний день демократы контролируют большинство премарий, очевидно, что после досрочных выборов, местных выборов, они часть премарий а, потеряют, и б, политический месседж, который будет во время парламентских выборов и который будет экстраполироваться на местных избранников, он будет тянуть вверх кандидатов-социалистов и Блок Акум, в то время как демократы на местных выборах на местах рассчитывают на технократический месседж, на месседж, что человек в своем селе, он хозяин, он это делает, а там политики и разберутся. Поэтому я считаю, что демократам невыгодны местные выборы вместе с парламентским. И два, очевидно, что демократам, конечно же, невыгодно, чтобы господин Анастасий взял кишенек, потому что очевидно, что у них есть долг перед Анастасией, и этот долг очень сильно они переживают, это очень сильно их репутацию подпортил в Соединенных Штатах и в Европе. Очень сильно. Это одно из вещей, которое очень сильно повернуло западной канцелярии против демократической партии, потому что это была последняя вещь. Поэтому в данном случае в том числе местные выборы по нормальной схеме, именно временной схеме, это одно из вещей, которое мы могли бы в блоках уминистов социалистов при нормально функционирующем правительстве и парламенте провести. Если не получится парламент, опять-таки у демократической партии есть очень хороший повод сказать, что, ребят, ну нет парламента, мы ничего не можем сделать. И не будет местных выборов. Я думаю, вы правы, Гостомболе. Выбор является очень важной частью для страны. Очень важной частью. И поэтому я считаю, что нужно относиться с очень большим уважением к самому процессу избирательному. И надо проводить выборы каждый отдельно. Парламентские выборы должны быть парламентскими выборами, местные выборы должны быть местными выборами. Они должны происходить в срок и когда они должны происходить. Но, по крайней мере, нужно стараться к этому. И надо относиться с большим уважением к самому избирательному процессу. Это правда. Да, если можно очень коротко замедляться. Вот по американскому округу я приводил себе пример. Есть город Глендейл в Калифорнии. 30-40% там живут этнические армяне. Я посмотрел как заседание в Муниципальном Совете. Там избираются мэр среди муниципальных советников. Шесть советников. Один говорит, сегодня выборы, обычное заседание. Один кандидат есть, другие кандидаты нету. Голосуем. Шесть человек проголосовали за другого. Бывший мэр встал, пожал руку, второй сел и пошли дальше по повестке дня. Все. Понимаете? Счастливые люди. То есть нету вот этого армагеддона, который у нас происходит с этой ненавистью. И люди работают дальше. Раньше повестка дня идут. На местном уровне это так. Но если говорить на национальном море в Америке, смотрите, что происходит. Согласен. Нам тоже есть дан. Но мы говорим про местные выборы. В том числе. Но местные выборы. В Кишневске последние пара лет Кишневск говорится, то, что говорил господин Боля, послушайте, опять, это был аргументом для вас, чтобы вовремя сделать парламент функциональным, чтобы местные выборы были в срок. Ну, раз вы не справились, то понятно, что на вас будет и вина, что местные выборы. И на нас, и на... Да. И на вас в том плане и на всех. На всех. Потому что местные выборы вовремя не состоялись. Если они пройдут в тот же день или в разные дни, ну, опять, тут есть и преимущества, и недостатки в любом варианте. Не выходят никак. Они проводят одновременно. В большинстве стран они разделены эти выборы. Но должно быть заранее и должно быть диреково. То есть не так, как давайте в этом году так сделаем, а потом как мы к нам. Абсолютно точно. Ну, я думаю, зато не обвинят нас, журналистов, по крайней мере, нашего телеканала, потому что мы все это время информировали телезрителей о том, что происходит у нас на политическом олимпе, какие решения принимаются. И вообще предоставляли возможность телезрителям думать, кто прав, кто виноват. Это очень важно. Мне остается вас поблагодарить за то, что вы пришли и за то, что у нас сегодня получилась с вами беседа. Спасибо. Спасибо за приглашение. О крайней мере, в этой студии, я поняла, блок ОКОМС, партии социалистов могут прекрасно разговаривать, да? Я вот как бы вне парламентской оппозиции, так получается, что там уже правительство на горизонте. Но вы оппозиция, вы уже заранее себе роль. Я запомнила, господин Гелецкий, вас надо воспринимать как оппозицию. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго. Доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин